Тема судебных расходов на юриста. Если вам нужна профессиональная помощь, вы можете обратиться ко мне. Я работаю по всей России, и моя помощь будет по-настоящему профессиональной. Теперь к теме. Как сделать так, чтобы взыскать деньги в виде судебных расходов на юриста, которые оплатил из своего личного кармана генеральный директор компании за свою организацию? Естественно, деньги прошли, как вы понимаете, не с расчетного счета, без отражения в бухгалтерских книгах, никаких проводок, ничего. Бухгалтерия не оформлялась, то есть все спустя рукава. То есть максимально усложнить задачу юристу. И юрист еще попался в этом деле тупой, и пришлось помогать мне. Юрист тоже не оформлял документы о получении данных денег. Не были составлены ни декларации налоговые, не была проведена по бухгалтерии ничего. Просто предоставили корешок от приходного кассового ордера. Ну просто безобразие полнейшее. Соответственно, ну все инстанции в Москве, три инстанции арбитражных судов отказали. Встали на сторону там конкурсного управляющего. Это было дело о банкротстве. Для того, чтобы так не было, вот им случайно повезло, нам случайно повезло, что Верховный суд встал на нашу сторону. В идеале нужно все прописывать. Все в соглашениях. Если нет в начальном договоре, значит нужно заключить допсоглашение. Нужен здесь договор займа обязательно на передачу этих денег между директором и его компанией. В общем, бухгалтерия вся должна быть проведена. Все должно быть сделано по уму, безупречно. И тогда в суде не возникнет никаких косяков.